На днях Суперкнига посетила Киевскую школу для слабослышащих детей. Этот визит был приурочен к Международному Дню Глухих, который отмечается более 60 лет во всем мире. По статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек на Земле. Мы приехали вам рассказать о том, что есть самая-самая-самая важная книга во всем мире. Как она называется? Библия! Суперкнига! Дети с интересом смотрели историю о Давиде, который победил могучего Голиафа. А ты когда-нибудь сражался, как братья? Родные считают, что я для этого слишком мал. Они думают, что я, кажется, столько пастей овец. Слабый слух не помешал ребятам получить удовольствие от мультфильма. Маленький хлопчик перемих велетня. И гуляв, упав, каже, я не поверила своим очам. О чем рассказывает суперкнига в мультике? О Боге. Что слабый может победить сильного, потому что Бог был рядом с ним. Это истина, это доброта. Это действительно, как выйти из трудного положения. Вот это и учит вот этих детей. Детину такую ображают. Ее не сприймают, чуючи однолетки. Бывает и такое. Дети скаржаются, дети плачут, они замыкаются. А этот мультфильм, эта книга, вроде бы, помогает им найти понимание с такими самыми детками. Або с чуючими детками на улице. Я думаю, что эта книга учить детей доброты. Появление на сцене легендарного героя мультсериала «Робота Робика» привело юных зрителей в восторг. Веселые игры, яркие подарки от суперкниги стали приятным завершением праздника. В знак благодарности школьники подарили Робику свой танец. А на прощание дети кто как мог проговорил слово «спасибо». И это стало самым трогательным моментом мероприятия. Девушки! 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 Девушки!